итак здравствуйте мои маленькие любители экстремизма сегодня в очередной раз мы готовим вкусное полезное белковое блюдо тоже как известно качки из белковых блюд едят что куриной грудки и пьют протеин но мы сейчас делаем кое-что быстрое но вкусное это нам понадобится гавайская смесь много говяжьего фарша и 4 яйца все очень просто и тоже время быстро начинаем перво-наперво надо смеси сделаем пару порций получившийся ну так где-то фарш мы вот столичка кладем на сковородку и просто тупо его обжариваем не надо вообще нихуя потому что жир там уже есть даже маслом скоро курить скоро должен быть тефлоновый нормальный хороший не надо брать обычную там все пригорит и будет вонять так фарш поставили теперь как обычно надо отделить белок от желтка желтков мы просто туда не выливаем они нам не нужны потому что желток это что это жир холестерин всякая говнятня отделяем есть как специальное приспособление для отделения белка от желтка но мне так быстрее в принципе если у вас не получается все это сделать ровно то можно купить можно купить они не знаю где продаются надо будет найдете костяк ты услышал что случилось то вообще с кем с рустемчиком с рустемчиком беда беда она гамова все случилось беда с ним совсем какая-то некрасивая ситуация и здесь мы смотря антелиберальную пропаганду в кулинарии поэтому что-то все-таки провиски кровавый габьев естественно это все нашисты путиноиды подговорили жену его в норвегии патчерицу скорее всего подговорили который он ебал да жена же выступил на жену подговорили подговорили патчерицу подговорили еще раньше чем жена выступила для тех кто не в курсе значит рустем адагамов такой есть татарин топовый блогер там пишет за свободу за равенство на него значит либералы всякие менеджеры хомяки дрочат он всю жизнь выступал против нацизма само собой против гомофобии против всего того что мы считаем святым против празднования рождества 20 апреля но как бы недавно вскрылась одна особенность его половых пристрастий оказывается что он насиловал 12-летнюю девочку об этом рассказала его бывшая жена больная раком гражданка норвегии вот но рассказал и рассказала но рассказала не бабушке на кухне сняла видос сняла видос выложила его в интернете вот сейчас естественно вопросы гражданину адагамову действительно ли он ебал ребенка он отделался комментариями что значит я не могу говорить о своей жене бывшей плохо ну конечно это вранье но мне кажется слабовато слабовато ведь он мог бы сейчас нормально на этом раскрутиться если это неправда подай в суд вообще на всех кто назвал адагамов педофилом адагамов ты педофил попадай на меня в суд конечно взять меня нечего но сколько шума он пропиарился бы круче все либералы вместе взятые чем вообще они все но стал самым крутым него дрочили бы все эти хомяки потому что получается что он отбил атаку всей системы всей системы вот этой вот дискредитационной но почему то этого не делают или мог бы честно признаться что да педофил не будете это так либерально а кстати да вот мог бы очень да что такого а что там такого у ее пизденка узкая все хорошо но вы что против свободы кстати у нас передачи опять нет не либеральная получается то что я отделяю яйца белки от желтков я хочу то нет не то что белое от желтого я хочу с желтками жрать но они вредные поэтому жру без желтков я заставляю себя делаю над собой усилия тоталитарного характера и заставляю себя есть полезное а не вкусное понимаешь как дальше надо просить себя к русевому одогану он тебя научит либеральности позвать его на кухне здесь с ним это интервью записать короче дальше берем гавайскую смесь и высыпаем ее не всю вот буквально грамм 200 высыпаем фарш на сковородку выкладываем половину фарша на сковородку масло ведь не к чему потому что это фарша уже есть жир что-то здесь немного готовится все реально за секунды то есть тут можно было даже не вырезать буквально секунд 20-30 закрытой крышкой постоял а все фарш уже начинает приготовляться дальше мы че делаем приготовляться вырезаем сюда высыпаем гавайской смеси не очень много как я сказал уже грамм 200 где-то пол пачки как у нас здесь получится пол порции соответственно 1 пачка гавайской смеси на 4 порции хватает и готовим яичный белок который мы зальем так ну здесь уже готовится должно чуть подольше сейчас пока она растает закрываем крышку и ждем так насчет насчет свастик тоже приняли закон теперь нельзя зиговать нельзя демонстрировать тацитскую символику то есть мне придется чистить свой контакт удалять фотографии со свастиками я уже все стер то есть он уже всегда еще вчера потому что уже есть один человек которого на четверо суток посадили тип выложил кажется фотку кинчево футболки я русский делал руку протягивать вверх а чем посадили не кинчево а типа да почему-то кинчево не посадили странно наверно теперь блять ну да но я приз загадываюсь почему потому что на фотографии ты кинчев преступление совершал до принятия закона а фотка была выложена после а может быть кинчево просто руку так поднимал как бы а сфотографировали момент поднятости да получается аккуратнее на видео то уже скриншот сделаю скажешь поднял так я не зигую я вот четверо суток вот новый знак зиговать не надо вот солдат и палец понимаешь а логотип получается все очень вовремя до альтернативу что нашим законодателям надо запретить еще называть цвета своими названиями потому что можно оскорбить кого допустим слово черный или красный цвет она то есть такой негативный окрас запрещающий бой опять же да а как как тогда темный цвет говорили это тоже можно оскорбить просто цветом дать номера не нет номера цветом первый номер второй 18 лет запретить 8 дискриминация поряд порядка порядка то есть получается номер шесть он хуже чем номер два просто цвет цвет чтобы не было смотри никакого расизма не будет расизма до какой кожи цвета цвета кожи цвета цвета кожи цвета да и все и как бы и будет непонятно и будет имена запретить тоже потому что если преступник до кого гражданин россия признать магомедов сайт аглы а понятно а если просто как бы ну что все магомедово что да что преступники а еще можно знаешь что это будет но шаг к либерализму и даже в пдд то есть почему вы на красный проехали какой красный проехала цвет разрешающий средств остались разрешающими не запрещающий цвет ну придумывают придумают а вот скажи мне что ты думаешь вообще по поводу этого закона вот смысл какой ну допустим раньше были скинхэд доходили на поливе там 0 не уячили запретить ну не то чтобы запретили но реально научились выцеплять менты до устраивать проблемы сейчас все ходят на беспаливе там нью балансы нам эти аэрмаксы особо то не поменялось ничего вот какое-то развитие событий думаешь с запрещением свастики вот какой-то новый символ появится или будут как то но там запретили не только свастику а всю нацистскую атрибутику скажем так и руны и все остальное и мы запретили до любая символика схожая до смешения с нацистской но у меня возникает вопрос как же государственный флаг россии который схож с флагом который использованы шевронных власовцы очень просто запретить историю и власовцев не было власовцы это выдумки ревизионистов и экстремистов а что делать с республикой тувой где буддистские храмы всех свастиках тоже свастика схожая до ну и отхуячить их всех чё там тува какая-то да все 15 суток всю туву на 15 суток дальше ладно отвлеклись заливаем яичным белком то что у нас получилось обжарилась чуть-чуть не обжарился скорее даже термообработался фарш растаяли растаяла гавайская смесь и с яичным белком мы все это смешиваем все очень получается довольно быстро но при этом надо мешать обязательно мешать постоянно потому что готовится быстро и если не мешать то получится просто залитое яйцом залит яйцом фарш но должны быть комочки это тоже очень важно сюда нам дальше что понадобится соль перец укроп и немного соевого соуса немного соевого соуса это можно убирать у нас страна вообще любит принимать беспортовые законы да я недавно читал список из 29 таких законопроектов которые не стали законами там полная рассказывай ну рассказывал например вести план по зачатию то есть там суть том что каждая девушка должна до 20 лет успеть забеременеть но если чай могу помогать то есть все на стол сажаешь и идут ноги законе прописать так я смертная казнь западения спутников кому не знаю кому спутникам так чаще я думаю всем упал спутником весь этот всем трудно не попал справления полета спасти детей от дарвина необходимо то еще как она то есть преподавать школах высотов только теорию креативизма от боженьки до места что если все бог вот правильно мне знаешь нравится теория когда двух евреев произошли там негры китайцы там вся хуйня это нормальная теория считают дети что это фашизм какой-то но еще туда же прям убрать статью за угон автомобилей такой сделать никакой почему а зачем что такого угол взял покататься а типа если угнал и не украл забрал ну и блять не не здесь я вот хоть у меня нет автомобиля может потому что я думаю что блять ну если угнал и не продал а просто катался и бросил ну блять ну какая статья ну чего там штраф а вот тут для тебя прям закон создать полицию нравов из казаков и верующих и мы тогда создадим полицию который будет хуячить полицию нравов полицию без здравственности заманивая их на вымышленный при том проявлять психическое здоровье пожилых чиновников но я бы предложил на самом деле но всех чиновников здоровье проверить я предложил проверить психическое здоровье всех пожилых посыпал посыпал укропчиком и вот сейчас перцем для вкуса так дальше наказывать за оскорбление чувств верующих в интернете то есть написал ты вот какую-нибудь хуйту про христалли а те страницу обосрали по христиански так иисусом там всяким там делу мария штрафовая передвижения холодильников и топот котов но это из серии домоводства видимо топот старух топот старух чавканье и шамканье без зубом рту штрафовать за сиденье возле подъезда старуха еще надо штрафовать а кстати очень много таких про христианских законов пытались протолкнуть заменить логотип apple христианским крестом это они как этому руководству apple что ли они от закона я не знаю почему видимо яблоко намекает на первородный грех такая вот у христом нормально я думаю это будет за начало apple и красно зовут буду закрасть айфона кей фон будет крест фон крест фон вес заходить в соцсети по паспорту надо садить очень даже за не будет роли особо зато с другой стороны заехать ебало бить ебало бить ну да в этом где-то плюс ну хотя я конечно против так что еще узаконить человеческие жертвоприношения нормально я кстати сторонний культ 20 апреля там предусмотрено это за что это очень все довольно закономерный проект был видимо очень подробно потому что за такие же действия но в неподобающих местах предлагали штрафы до двух тысяч рублей на улице если жертву придется тебя штрафу я чуть жертву не принесся сука так что еще раз штрафовать за не участие в выборах ну вполне почему не лишать гражданских прав блять почему не сделать это маленький шажок чего блять не сделать лучше штрафовать за не участие за хуйня дегенерата чё завтра будут на веревках вести на избранительный участок что ли семья его чтобы папа папа мы так бедные на мой ног жрать нечего иди голосуй идите нахуй ну и такой самый самый нужный закон оборудовать молитвенные комнаты в школах потому что право школьников нарушается где намаз совершить намаз совершить не школьнику 23 года приехал из отдаленного уголка кавказа там помолиться намазаться оружие где складывать в школе но наркотики в школе я еще когда учился в 1130 школа тангельцем голосовать ездил банье в кожаных куртках короче торговал героином они школьники были ну там 20 а сейчас то а сейчас то уже что понимаю сейчас куда складывать а склады кабинет географии за шкафом уже не помещается так ну что готова у меня можно накладывать все белковая смесь охуительная так ну давай пробуй даже если невкусно говорить что охуительно охуительно нормально не стоит что я бы соли побольше добавил что столько я соль соль задерживает в организме воду а значит солить надо поменьше особенно если хотите подсушиться там похудеть но если вам насрать то можете солить как угодно по сути еду советую солить после того как приготовили так хочу давай новостей что зачтем яндекс новости просто открываем на скидку давай самую главную новость смотри госдеп добивается воссоединение сирот из рф с уже найденными семьями вот это блять вот они антироссийскую деятельность опять ведут то есть сирот вот этих инвалидов да вот хотят все таких себя да чтобы они себя сам они заманить туда нормально сделать из них антироссийский а потом их разобрать на органы наверняка хуй с ним еще делать короче вот ну все-таки мутит госдеп против российских сирот так смотри министра бюджета франции подозревают в уклонении от уплаты налогов ну и даже не хочу это обсуждать как бы у нас даже никто не подозревает наших министров уклонений там все понятно я тебе новость когда депорде депорде получил паспорт предложили ему министра культуры мордовии правда квартиру и дачу и эту камеру подарили за мордовский зона все повели на экскурсию давай вот смотри юля тимошенко начала акцию гражданского неповиновения что там она есть перестала или не соблюдает правила внутреннего распорядка на зоне но на фотке на в дверь бьется кулаком вообще никто не знает у нас на зоне если ты решишь в одну рыло проводить акцию гражданского неповиновения отхуярят просто как собаку бросить шизо и не будут кормить через короче через час после начала акции гражданского неповиновения на зоне человек пожалеет об этом раскается напишет письменное раскаяние может быть явку с повинной в нескольких преступлениях еще совершенных на совесть нам замучат сразу вот что а анищенко предусерег россиян от зачатия детей после поклонения бахусу какого бахусу они иисусу поклоняются все они бахусу рождество когда было вчера да по-моему 7 числа или восьмого короче они иисусу поклоняются они бахус он попутал но водка на самом деле водка это это символизирует даже не кровь а дистиллят крови христа дистиллят крови христа но в общем и целом конечно заявление хорошее правильно январь самый благоприятный месяц для зачатия ребенка но с этого не спешите вопросом теми парами которые увлекались алкоголем а новости связаны потому что сейчас пьяные россияне начнут хуярить детишек детишки родятся инвалидами а инвалидов куда девать в сша а в сша нельзя и вот все все правильно потом будут в контакте деньги собирать на лечение ребенка инвалида родился с церебральным параличом родился гидроцефал да родился без челюсти там даже через развороченный помогите пожалуйста моему ребеночку а что что животное бухало что-то у меня в лифте перегаром воняло я знаешь как узнаю что праздник в дворе пахнет в лифте пахнет только о бля точно праздник так давай что еще повеселее я посмотрю что в москве а я думаю адвокаты полонского будут добиваться и полного его оправдания что он драку устроил да он всего лишь угрожая ножом за запер экипаж катера в каюте подумаешь и что и неужели вот можно за это человека судить я не понимаю не бомжи какой если бы понятно если бедный бы сделал то да конечно посадить тюрьму но если человек с деньгами то он шутил действительно барин барин шутит веселый барин вот что у нас еще давай москву смотреть москву давай московские новости посмотрим а где есть москва нет москвы на главный виде что же это такое ну-ка так и ведущая татьяна судец новогоднюю ночь попала в дтп татьяна судец от это что ли которая каждого спокойно ночь малыши вела ты знаешь я телевизор не смотрю да ты еще школьник просто она вела с помощью малышиха я рискал ходил наш бабушка ну конечно так что ты можешь сказать в москве вступил силу закона городских гайд парков что и такое ну вот по москву ничего не могут сказать а про питер я уже слышал эту историю до парка расскажешь но в общем школьники играли в снежки все весело задорно пока не приехали полицейские и не запретили играть снежки почему топчут газоны и но снежки агрессивная игра экстремистская ну что правильно там пришел дядя полковник с мегафоном зайдитесь и омоновцы дубинками школьников за москвы к сожалению не было но надо было было правильно не пойму не поймут дети первого раза 3 миза на улицах на куда катится мир ну ладно на сегодня у нас закончила наша программа потому что сейчас я уже чувствую чавкать начну и совсем жрать руками даже рать руками но это вкуснее руками если кушать или лицом начнут конечно писать комментарии зачем живешь руками как это все неправильно я свинья где национал социализма почему никого не убили в ну почему не призывали почему ничего не зигавали вот где свастика вот так вот теперь зиговать нельзя так что до новых встреч